Приветствую вас. Давайте мы с вами сперва вначале немножечко проследим за тем, что с вами происходит. Вы пишете, что вы достаетесь с мужчиной, с которым вы были в отношениях, которого вы очень любили, но который был женат. То есть, если я здесь правильно вас понял, а это очень важно, то мужчина, которого вы очень любили и из-за которого вы, собственно говоря, переживали, и после отношений, с которым вас восстанавливал, скажем так, вот этот парень, до которого вы задаете вопрос, собственно. Так получается, что мужчина, значит, был женат, но вы вместе с тем, значит, пишете, что у вас есть двое детей под первым браком. То есть, получается, что вы еще были замужем. Ну, если я правильно вас понял, вы еще были замужем. Соответственно, со своим мужем, я так полагаю, вы развелись, начали встречаться с мужчиной, с женатым мужчиной вы начали встречаться, очень его любили, как вы сказали, и, по-моему, вы с ним расстались. И вот тут вот, значит, на фоне этого расставания, вы начинаете общаться вот с этим парнем, про которого и идет речь. Знаете, во-первых, очень важно понять, почему вы развелись с вашим мужем. Очень важно вам устранить все последствия развода с мужем. Это, наверное, всегда тяжелая травма для любого человека. Развод с мужем. Ну, вообще, супруг с супругом для каждого. Вот. После этого следует отдельно разобрать, почему вы, ну как бы это сказать, почему вы вступили в отношения с женатым мужчиной. То есть, что заставило вас вступать в отношения с женатым? Почему вы, ну, в эти отношения вступили, почему вы позволили себе, значит, начать такие отношения деструктивные? Ведь вы же, наверное, понимали, что если мужчина женат, то он вам, ну, не сможет дать того, чего вы хотите. Здесь такой вот важный момент. Очень может быть, что вы до сих пор, значит, не можете забыть своего мужа. Очень может быть, что вы до сих пор не можете отпустить своего мужа. Очень может быть, что он до сих пор, муж я имею ввиду, а до сих пор, ну, как-то, знаете, влияет, может быть, на вас. Хотя, конечно, это нужно выяснять еще. То есть, отношения с мужем и их, можно сказать, окончание, если оно было, на мой взгляд, под большим вопросом. Далее, значит, почему тяжело расставались с женатым мужчиной? Тоже такой очень важный вопрос, потому что мужчина женат, вам он ничего дать не мог, и вы это знали. Но, тем не менее, вы пишете, что вы очень его любили, и, соответственно, хотели быть с ним, и так далее, и так далее, и так далее. Но что вы рассчитывали, и что это были за отношения, и почему вы в этих отношениях находились, почему вы позволили себе в этих отношениях быть, и, соответственно, ну, раз себе, значит, и дети. Поехали. Далее. После того, как вы расстались, этот парень, про которого идет речь, он вам, значит, помогает во всем, если я правильно понимаю ситуацию, он вам во всем помогает, он вас обеспечивает, он вас как-то защищает, ну, от невзгод, вот. А вы, в свою очередь, как-то приучаетесь, значит, привыкаете к его присутствию в вашей жизни. То есть вы ему ничего не даете, вы не отвечаете ему взаимностью, у вас нету отношений, но, тем не менее, значит, как бы вы принимаете все, что он нам дает, и когда он начинает требовать от вас чего-то, вы начинаете ссориться с ним. Здесь тоже для меня не совсем понятный момент. То есть, почему вы начинаете ссориться с ним? Вы считаете, что мужчина, ну, допустим, не должен ничего хотеть? Вы считаете, что мужчина не должен ничего получать? или как? Для чего ссоры возникли? Вот вы пишете, что, значит, я не смотрел на него как на будущего парня, как на друга, чувствовал к нему теплые отношения, но не любовь. Но его отношение было ко мне превосходным, и о таком можно было только мечтать, но я была холодна, меня подпозрикало близко. Значит, ему надоело, что от меня в его сторону ничего, мы начали ссориться, хотя на этот момент мне было плевать на эти ссоры. Ага, потом он вовсе отошел в сторону, значит, и наши пути вообще разошлись. Вот тонкость в чем? Ваших ссорах. То есть если вам, как вы говорите, было вообще плевать на, значит, ну, на ссоры, что вообще интересно, потому что если вам плевать, то как это проявлялось, то, что вам плевать, и почему если вам было плевать, вы ссорились все-таки? То есть согласитесь, здесь, ну, что-то такое, не очень понятно, на мой взгляд, потому что если вам было плевать на ссоры, то вы бы не ссорились, а так вы ссорились, вы участвовали в ссорах, и, наверное, чего-то в этих ссорах выходили. И здесь как бы непонятно. То есть это определенное противоречие здесь. наблюдается. Вот. То есть опять же здесь нужно ваше отношение. Обязательно. Значит, как вы воспринимали мужчину? Считали ли вы, что он имеет, допустим, на что-то право? Считали ли вы, что он, ну, как бы, может хотеть чего-то от вас? Считали ли вы, что у него есть, ну, у него есть, ну, как сказать лучше, моральное право желать получить от вас что-то для себя, ну, просто потому что... просто потому что он для вас что-то делал в течение длительного времени. И еще были ссоры с вашими сторонами. Особенно если вам было плевать, как вы говорите. Значит, далее вы пишете о том, что он отошел в сторону, закрылся, везде вас облокировал. Тоже, как бы, интересно, как вы к этому относитесь. То есть, как вы считаете, правильно ли сделал мужчина? Правильно ли поступил мужчина? Верно ли он решил? И, соответственно, ну, вообще, как вы, ну, воспринимаете вот его такое поведение, да? Как вы считаете, как вы его оцениваете для себя? Я полагаю, что это, ну, такой очень важный момент на самом деле. Потому что от этого момента напрямую зависит то, как вы себя позиционируете в самой ссоре. Далее вы пишете, значит, о том, что вы начинаете скучать по мужчине. Вы говорите о том, что он уходит в сторону, и вы начинаете по нему скучать. Значит, тут скрывается такая деталь, что он узнает о ваших детях. Вы ему говорили о них, но он не поверил, вы показывали фотографию. Он тоже не поверил, значит. И тут тоже, как бы, возникает вопрос, а почему вы ему в лицо, как бы, не показали своих детей? Ну, то есть, почему он не увидел рядом с вами этих девочек, девочек точнее. Вот. Вы чего-то боялись, вы чего-то опасались или что, или как? Вот тут тоже, к сожалению, не все понятно, не все ясно. Именно вот, ну, в этом вопросе. Потому что, ну, как я уже сказал, дети это серьезные, либо вы даете возможность человеку знать о вас, либо вы, ну, не даете человеку возможности о вас знать. И тут, как бы, вот, на мой взгляд, ну, момент такой, что, скорее всего, вы сами не хотели, чтобы он узнал. То есть, да, вы ему говорили, но, видимо, вы ему говорили это, ну, крайне, знаете, не настойчиво, вы ему об этом говорили. Так что он, ну что-то, вам не поверил. То есть, я уверен, что дети это такой момент, что при, ну, при должном старании, при должном внимании всегда можно человеку как-то вот, не институт этот момент. Вы этого не сделали, и у меня, соответственно, возникает вопрос, опять же, почему. Почему? Почему вы этого не сделали? Это правда очень важный момент. Это правда очень важный момент. Либо, либо вы сидите здесь своих детей, либо здесь стоит еще, либо это просто какой-то страх, что вы потеряете мужчину, я не знаю, что она от вас уйдет, но она от вас и так ушел. То есть, тут как бы вот нужна ваша позиция. Тут нужно постараться увидеть вашу позицию, тут нужно постараться понять ее. Если мы хотим разобраться с тем, что происходит между, чем-то происходит с вами вообще, и между вами и парнем. Чтобы опять же понять, как его возвращать, если возвращать вообще. Вот. Значит, вы пишете, что начинаете включать. Хотите быть, у вас появляются какие-нибудь чувства и так далее, и так далее, и так далее. Здесь тоже в один момент вас не насторожил тот факт, что чувства, которое у вас появилось к нему. Ну, скука, потребность. Дали о себе знать только, когда его не было с вами. Здесь я выскажу такое предположение, что вы за время пребывания с мужчинами, то есть, ну вот, за то время, что вы были с мужем, за то время, что вы были с другим мужчиной, который был женат. Вот. Значит, за все в это время, за все время, вы отвыкли быть одна, на мой взгляд. И именно то, что вы отвыкли быть одной, и заставило вас испытывать скуку. При условии, что вы человека, ну, не любили, по вашим же словам, и вряд ли любовь могла возникнуть только вот, когда он ушел. То есть, ну, это очень маловероятно, и если бы вы его любили, то, на мой взгляд, любовь была бы совсем по-другому выражена. Вы же, в последствии, там, там, продолжали, как бы, пользоваться им и принимали его помощь. То есть, у вас сложили там какие-то вещи происходили, вот, и так далее. То есть, здесь, если, ну, например, вы всегда могли отказаться именно от его помощи, потому что человек вас любит, он к вам неравнодушен, да, вы принимаете его помощь. Дальше, значит, он попадает в аварию. Вы очень переживали и написали ему сообщение. Значит, после чего он написал, все хорошо, все нормально, у нас завязалась переписка, он пригласил в гости. Значит, долго болтали, отношение было прежним. Отношение было прежде, он был добрый и ласков. А мной, значит, видно, что у него есть чувства. Помог мне с работой, сказал, чтобы я отдыхала, вот, и так далее. А после предложил секс. И вы отказали. Вот здесь тоже интересный момент. То, что мужчина обиделся, это, ну, как бы, его личное дело и отношение, да, мы, я полагаю, именно этот момент обсуждать не будем. Меня интересует все же то, почему вы ему отказали все-таки. Ну, то есть я хочу сказать, что вы хотели вроде бы с ним быть. Он вас вроде бы как привлекал. Он был прежним. Добр, ласков и так далее. Вы говорите, что в нем нуждаетесь. Вот. За него переживали. Мужчина помогает вам с работой. То есть делает для вас, ну, какие-то вещи. Вот. Смотря на то, что вы тогда ссорились и, как бы, природа ссор, она, ну, как я уже сказал, по-преднему остается, ну, такой, знаете, не очень, ну, лично для меня, понятный. То есть мужчина делает по отношению к вам какие-то вещи. И вы, видя, что у него есть чувство к вам, видя, что у него есть к вам эмпатия, и вы отказываете ему секс. Почему? Почему это происходит? Почему это стало возможным для вас? Как это то, что вы отказываете мужчине сексе, коррелирует с тем, что вы хотите с ним быть? Я не обвиняю вас, но чтобы понять, чтобы понять, как вернуть человека, нужно сперва разобраться вот с этими вещами, сперва разобраться с тем, чего вы хотите сами для себя. Понимаете? Понимаете? А уже потом, уже после этого можно будет и делать что-то для человека. Вы отказываете мужчине сексе, и он, соответственно, обижается на вас за это. Здесь, на мой взгляд, тоже очень важный момент. Как вы это восприняли? То, что человек обиделся на вас за то, что вы отказали ему в сексе. Именно вы. Как это восприняли? Именно для вас. Что это значит? Значит, я отказал. Ему это не понравилось. Он взялся и отвез меня домой. Потом мы несколько дней не общались вообще. Потом у меня была проблема с машиной, и я позвонил ему. Не думая, конечно, что он поможет. Но он примчался и помог. Я обогрел и накормил, и отвез домой. Потом мы, пока мы ехали, он сказал, что у него есть девочка, и что помог он мне просто как другу. Мне стало так обидно и больно. Вот опять момент какой. Что вы, не зная о том, что у мужчины девушка, да и вообще-то говоря, какая у него там девушка, если он вас приглашает, везет к себе и так далее. И все это после аварии. Тут, конечно, может быть много вариантов, конечно. Но исходя из того, что вы пишете, я полагаю, что девушки у него скорее нет, чем она есть. Вот, потому что, ну, не ведет себя так мужчина, вот как с вами вел себя ваш мужчина, да, у которого девушка. То есть я, конечно, не знаю всех моментов, я не знаю и не могу знать всех моментов и всех деталей. Ну вот, потому что, ну, информации нет. Но я одно могу сказать, что вы пишете, что вам больно и обидно стало, кстати, почему? Из-за чего вам стало больно и обидно? По какой причине? Ведь вы же ему отказали секс, вы же, вы же, если изначально пишете, что не любили его и что, как бы, он вас не интересовал особо, что вам независимо становится больно и обидно. Почему? Это тоже нужно разобрать. Именно, именно чудо. Почему больно и обидно и из-за чего? Так вот, как коррелируется, опять-таки, то, что вам было больно и обидно с тем, что вы отказали ему в сексе? То есть, ну, вы могли сказать ему, что, типа, я не готова там или что-то еще. Нет, вы просто им отказали. По крайней мере, вы не написали, что было что-то иное. И возникает вопрос, так как же коррелируется тогда то, что вы отказываете человеку в сексе, вроде бы как, стремясь быть с ним, но при этом не вступая с ним в лист. Вопрос, да, возникает? Чего вы хотите? Что вам нужно? Какова ваша позиция? Ну, как она, эта позиция выражается, проявляет себя и так далее? Это очень важный вопрос на самом деле, потому что он, этот вопрос раскрывает природу вашей позиции. Опять-таки, и мы либо стараемся эту позицию вашу понять и адаптировать к тому, что сейчас с вами происходит, либо ее нужно будет менять. Потому что, ну вот, так как эта работа сейчас не дает того эффекта, очевидно, не дает того эффекта, который вы хотите, который вам, собственно говоря, нужен. Далее, значит, так, вы пишите, что позвонили ему, мне стало больно обидно, я рассказал своей подруге, она решила выяснить ситуацию. Еще один вопрос. Зачем вы привлекаете третьих лиц к решению ваших личных проблем? Для чего? У нас ребенок сказал, что по-прежнему любит меня, но, да, девочку любят его, а я нет, и я его обманула. То есть вы думаете, что такие вопросы не оставили его в неведении относительно того, с какой целью ваша подруга спрашивала о его жизни личной и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, о вас. Значит, а я нет, я его обманула по правду, по поводу моих детей, и я понимаю, что хочу вернуть его, раз он меня любит. Мне кажется странной формулировка, что вы хотите его вернуть только потому, что он вас любит, а вы его? Вы его любите? Вы-то сами как к нему относитесь? Чего вы хотите для него? Не для себя, а для него? Мы общались с ним, и у нас был секс. Когда вы общались, если он на вас обиделся и злился? Почему у вас был секс? После секса я спросил, любит ли он меня. Почему вы сами в любви не признали, если вы его любите, если вы занимаетесь сексом? Он сказал, что у него есть девочка, и он типа любит ее. Почему типа? Мне стало очень больно и обидно. Опять, почему вам стало больно и обидно? От чего? Из-за чего? Я решил с ним больше не общаться, пытался не встречаться, но он за мной ездил, заблокировал его, отворачивался от него. Но случилась опять проблема с машиной, и моя подруга попросила его помочь. Почему ваша подруга просит помочь вашего бывшего парня с машины вам? Почему именно этот парень помогает вам с вашей машиной? Почему подруга это делает за вас? Непонятно. А также непонятно то, почему он, сказав вам, что у него есть девочка и что он ее любит. не навел вас на мысль, что это противоречит тому, что узнала подруга. Это раз. И два. Как его поведение, его позиция, что он любит ее, соответствует тому, что он за вами ездил везде? Непонятно. Далее, значит, она мне сказала, что он не сводил с меня глаз, ну то есть подруга сказала, что не сводил с меня глаз. Был и сын не рад меня видеть, глаза сияли от счастья, но мы по-прежнему не вместе. Он с подругой. Кстати, ее зовут так же, как сия. Сия, подруга. С вашей. Моя подружка говорит, что он делает все на зло мне. Какая подружка? Та, с которой он, чтобы я ревновала и с именем таким же нашел и едет к ней. Я не знаю, как быть, я хочу с ним быть, чтобы он вернулся, чтобы наши отношения были по-прежнему прекрасны, как раньше. Ну, как раньше, ваши отношения не будут точно, слишком много всего произошло, отношения могут быть либо более взрослыми, либо они вообще прекратятся. Это первое. Второе. Для чего вы хотите его вернуть? И третье, значит, почему вы не сказали ему прямо, что вы хотите быть с ним и что вы его любите? Вы спрашиваете его и не говорите ему по своих чувствах, как бы сами, сами. Вот. Это, на мой взгляд, странно. То, что вот вы делаете. Шанс есть, но нужна четкая позиция и нужна адекватная мотивация. Пока я вижу у вас сверх мотивацией с ним быть, что, естественно, затрудняет очень процесс взаимодействия с ним. И вы ведете себя, по крайней мере, именно вы ведете себя, действительно, как ребенок, как мой коллега сказал. Вот. И, соответственно, пока вы ведете себя именно так, тут больно, обидно. Это проекция, проецирование своих переживаний на другого человека, нуждаемость в нем. На мой взгляд, избегание ответственности своей личной, значит, за свою жизнь и детей, значит, не четкость позиции, не четкость вашей позиции, да. То есть вы, с одной стороны, хотите с ним быть, но, с другой стороны, не занимаете почему-то четкую позицию, как будто боитесь идти в оба-банок. Здесь, мне кажется, есть некие такие подсознательные страхи у вас, да, вроде неуверенности в себе, может быть страх одиночества, вот. Ну, а на более глубоком уровне, мне думается, это программирование быть одной, потому что развод, встреча с женатым, теперь вот тут отношения такие с вашей стороны разрушаемые, вот. Все это позволяет говорить о негативной установке ваших родителей и, соответственно, о негативном родительском сценарии, которые стимулируют вас на то, чтобы вот вы оказывались в таких ситуациях. Это можно исправить, но необходим тщательный анализ вашей жизни, вашей семейной жизни и вашей родительской семьи, и взаимоотношениях, взаимоотношений с ней. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!